Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Зовут меня Женя, вы на моем канале Счастье в нас самих. И, как я всегда говорю, на канале есть ответы на все вопросы. И каждый день их все больше и больше, потому что в каждом видео, которое выходит на канале, вы можете найти ответ на ваш вопрос. Задаете вопрос, соответственно, можете найти видео по теме. А если не нашли видео именно по той теме вашего вопроса, открывайте любое видео, вот даже эти предсказания на завтра, советы на завтра. И в этом видео будет ответ на ваш вопрос. Ведь общие расклады отличаются от личных именно, когда ты тет-а-тет человеку предсказываешь, отличаются тем, что они зависят от того, насколько вы доверяете предсказанию, насколько вы открыты предсказанию и, конечно же, от вашей интуиции. Я знаю, что очень часто, вот даже без предсказаний, разговаривая с человеком, человек говорит какую-то фразу, и вдруг у меня инсайт. Вот, это же ответ на какой-то мой вопрос. Тоже, это вот даже бывает так. Вот, поэтому, а вот так же и в предсказаниях. Поэтому смотрите, решайте. Выбор, конечно, как всегда ваш. Это ваша жизнь. И ваша жизнь, это только ваш выбор. Ваши мысли, ваши эмоции и, соответственно, ваши действия влияют на вас. Сегодня любовь морковь, и мы сегодня посмотрим, о чем он думает сейчас. Он, этот человек, вы знаете, что я предсказываю и для мальчиков, и для девочек. Очень редко я делаю расклады только для девочек, потому что делать расклады только для мальчиков не имеет смысла. Нет такого количества мальчиков, которые смотрят меня. Поэтому я делаю обычно или расклады для обоих полов, или делаю иногда, очень редко, расклады для девочек. Кстати, если вы мальчик, напишите это в комментариях. Мне очень интересно знать, сколько мальчиков смотрят меня. Ну, по крайней мере, трое я знаю, потому что они постоянно оставляют комментарии под видео. И вы знаете, кто вы. И я вам благодарна. Ну, интересно узнать. Ну что, о чем загаданный человек думает сегодня? Ну и, конечно, что у загаданного человека сегодня происходит? Сосредоточьтесь на персоне, о которой вы хотели бы узнать. Подумайте о себе тоже. Сделайте себе комплимент, похвалите себя. И, конечно, обязательно улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. А мы посмотрим, что же нам расскажет госпожа Ленорман о мыслях и о происходящем у загаданной вами персоне. Давайте мы посмотрим, о чем же он или она думает сегодня. Первое, что вижу, думает о встрече. И, скорее всего, о встрече с вами. По этой карте встреча может состояться в пределах 9 дней. Поэтому будьте готовы. Если вы мальчик и думаете о встрече, так дайте же девочке знать, что вы хотите эту встречу, назначьте ее. И, соответственно, девушка вам ответит с согласием. Ну, а если вы девушка, то мальчик хочет встречи с вами. И, скорее всего, вот в этом промежутке времени 9 дней будет назначать с вами встречу. Смотрим, что еще происходит и о чем человек думает. Смотрите, у персоны, которую вы загадали, это может быть как мальчик и девочка, есть задачи, есть вопросы, которые он или она решает. Имеется в виду это работа, карьера или бизнес. И также есть задачи, связанные с семьейными вопросами. И он или она их решает. Также по этой карте могу сказать, что хотелось бы загаданному вами человеку развитие отношений с вами. Вот в его желаниях, в его мыслях вы есть. Единственное, что для некоторых получается, что человек почему-то считает вас, это может быть как мужчина, так и женщина, почему-то считает вас недосягаемым или недосягаемой. Вот какие-то ваши действия показывают ему, что вы не совсем, вам он или она не совсем, ну вот так же говорят, для мальчиков это девочка, для девочек это мальчик, что вы, вам человек не совсем интересен. Или вы по какой-то причине не рассматриваете человека для серьёзных и таких устойчивых отношений. Подумайте об этом. Подумайте об этом, может быть, изменить посыл, если вас человек интересует. Потому что вот из того, что я вижу здесь, есть какие-то, в голове у человека есть какие-то препятствия вот в достижении вас. Подумайте. Выбор-то всё равно ваш. Смотрим ещё, что же в ближайшее время мы увидим. Вы знаете, что эта недосягаемость, вот это всё, это результат каких-то разговоров. Разговоров, которые происходят за вашей спиной. За вашей спиной о вас и о этом Баладон, и о человеке, об этом человеке, почему-то я увидела это тут очень ярко именно мужчину, говорят. Но это может быть и девочка. И вот этот человек, которого вы загадали, по какой-то причине прислушивается к этим разговорам. И этих разговоров много. И, соответственно, у человека возникает, может быть, даже неправильное мнение о вашем отношении к нему или к ней. И, знаете, ну я всегда советую никогда никого не слушать. Слушать только своё внутреннее состояние и слушать только своё сердце и свою душу. Когда, и особенно, это в любой сфере жизни, но особенно, когда речь идёт об отношениях в паре. И, соответственно, вот я же говорю, вот эти разговоры и мешают человеку больше действовать, более активно действовать и показывать своё отношение к вам по той простой причине, что, вы же знаете, люди говорят, люди говорят много. И не всегда то, что люди говорят, это правда. Я очень много раз сталкивалась с ситуациями, когда из-за человеческих разговоров идёт очень неправильный посыл. И вот переубедить, конечно, человека нелегко, но всё в ваших руках, я всегда говорю. Давайте же посмотрим, что ещё происходит. Происходит то, что прежде всего человек предан вам, будь это мужчина, будь это женщина. Вы знаете, я не вижу пока, что это вот карта преданности, карта уважения, карта прекрасного отношения. Я не могу сказать, что это карта какой-то невообразимой любви. Может быть, на сегодняшний день, особенно для тех, у кого начинаются отношения, ещё не подошло. Может быть, есть, вы знаете, это слово «краш». В русском языке это слово тоже используется. И я знаю, я слышала у других торологов, которые из России, которые используют это слово, по-другому можно сказать «влюблённость». Есть влюблённость, есть какое-то стремление, но, по-моему, вот ещё не переросло это всё именно в любовь. А если вы в паре, если вот загаданный вами человек – это ваш муж, то, знаете, надо возрождать именно былую романтику. Надо возрождать вот эту, именно ту страсть, которая была, когда вы только начинали. Потому что она немножко поутихла, тут ещё и разговоры, вы знаете, как и мужчины между собой разговаривают, и женщины между собой разговаривают. Тут не только эта ситуация идёт, тут ещё идёт вот эта ситуация, когда мужчины разговаривают между собой, женщины между собой. И идёт стереотипы, идут стереотипы, и, соответственно, оно же влияет на подсознание, и, соответственно, немножко меняются отношения. Поэтому смотрите, я вам сказала во всех уже апостасях, вот, или отношения давно, или отношения только недавно, в обоих этих случаях, обоих во всех этих случаях есть верность, есть привязанность, есть прекрасные отношения, но почему-то нет страсти. Сейчас мы посмотрим, может быть, страсть-то и будет, но, по крайней мере, в ближайшее время. Мы же смотрим, что же происходит и что может происходить в ближайшее время. Кстати, если говорить по этой карте, то в ближайшее время вы поймёте вот это отношение к вам, загаданного вам, к вами человека. Давайте мы ещё одну карту возьмём о том, что может происходить, и что в мыслях, что происходит и как. Да, тут больше я вижу заботы, верности, уверенности. Кстати, если вы в браке, это очень здорово. Единственное, что может немножко мешать, даже если вы в браке, разговоры кого-то со стороны. Это, кстати, даже могут быть разговоры вашего родных и близких, вашего партнёра или партнёрши. Но эта ещё карта говорит о том, что забота есть, желание есть. Единственное ещё предупреждение по этой карте – это излишний контроль. Может быть, всё происходит не так, как вы хотите, из-за того, что или вы хотите контролировать всё слишком, или загаданный вами человек хочет большего контроля. Давать этот контроль или нет – это ваш выбор. Ну, а вам я только могу посоветовать, всё-таки контроль должен быть лимитированный. Иначе это нелегко. Человека отталкивает излишний контроль. Помните об этом.